В субботний день на мусоросортировочном пункте на улице Мавлютова 9 ажиотаж. Этот небольшой киоск работает всего два месяца, но уже успел завоевать популярность у местных жителей. Сюда приходят даже дети. Они приносят старые тетрадки, а вот старшее поколение несет пивные банки и пластиковую тару. Вот сейчас я на лепешку заработал. Чай пить горячей лепешкой. Пресс включается. Туда, допустим, загружаем картон. Чтобы мусор не копился в мешках, его сразу сортируют и прессуют под давлением специальной машины. Аппарат превращает хлам вот в такие аккуратные тюки, которые потом уходят на вторсырье. Активисты постоянно приходят. Мы ходили по лесу где-то, набрали народ, банки, бутылки, все сюда сдают. Раньше было здесь больше мусора. Сейчас намного меньше стало. Некоторые спасибо, говорят. Пенсионер Рустам Галимов – постоянный клиент этого пункта. Сегодня он принес макулатуру на 15 килограмм и заработал около 100 рублей. Говорит, платят здесь неплохо. К пенсии прибавка солидная. Каждый день я сдаю. Каждый день. Вот пройдусь, сдаю. Каждый день сдаю по 100 килограмм. 600 рублей. Они же не валяются. Вот сейчас пойду, молоко куплю, хлеб куплю. Очень хорошо. Вот побольше. Как рассказал министр экологии республики, прибывший на осмотр пункта для сбора мусора, этот экологический проект может решить вопрос с проблемой переполненности мусорных полигонов. К примеру, Самосыровская свалка уже закрыта. Новый полигон Восточный, который открылся на днях, также недолговечен. Ведь, как правило, полигоны наполняются именно пластиковыми бутылками, которые не гниют столетиями. Два вопроса сразу решаются, если этот проект начинает работать. Во-первых, это существенное снижение нагрузки на существующие полигоны, вот как нам говорят, до 20%. И, во-вторых, это повторное вторичное использование сырья. Это все невосполнимые источники, мы говорим. И повторное использование металла, пластика, как вот здесь, бумаги, картона. Это возврат еще раз второй раз в экономике. Это, конечно, очень важно. Селение здесь выигрывает. Как говорят активисты, подобные мусоросортировочные пункты вскоре появятся во всех районах Казани. Для удобства жителей они будут располагаться во дворах жилых домов. Также вскоре в городе появятся пункты для сбора стеклянных бутылок. Как говорят активисты, это направление сейчас очень актуально. Эльвира Шарафеева, Максим Зуйков, Эфир 24. Это надо видеть. Игра престолов. 15 ноября. Весь день. На телеканале Эфир.